И все привет ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик пойдет по поводу уже тихучих обновлений, которые у нас произошли в игре. Сегодня поговорим, покатаем на том самом замечательном корпусе, который на протяжении довольно длительного периода времени довольно жестко нагибал. Но уже вчера его довольно жестко занерфили, поэтому сегодня поговорим о харьке, поиграем на нем. Я думаю, что одной катки будет вполне достаточно, потому что харька дико занерфили. Это корпус, который теперь уже не имеет никакого значения и со временем я думаю, что все перестанут играть на нем в матчмейкинге. Но на данный период времени до сих пор довольно большое количество игроков продолжает играть на нем, не понимая того, что он уже больше все не актуален, не в мете и толку от него вообще абсолютно никакого нет. Давайте начнем обо всем по порядку. Я единственное только сразу же возьму себе, наверное, давайте Hornet рельсу возьму с бустером, хоть бы чтобы чуть-чуть понабивать киллов и может чтобы у меня хоть немножко овердрайвов покопилось на данной Hornet рельсе, потому что на этой неделе вышла особая миссия, где надо тоже на харьке набить, ой не набить, а прожать, если я не ошибаюсь, 45 овердрайвов, поэтому там на харьках еще кто-то играет. Но честно говоря, это очень глупо нерфить корпус и после этого делать задание на этом самом корпусе, да, для чего вы это делаете. Вы сами показываете всем, что этот корпус уже полное говно и он вообще абсолютно не актуален. Я не знаю, почему у меня сейчас тут подлагивает, надеюсь, что больше у меня здесь лагать не будет и не знаю, с чем это связано, какие-то подлаги неприятные случились, вроде как сейчас все четко. Поэтому, друзья, полноценно Харек, наверное, себя уже давно изжил и это обновление должно было произойти намного-намного раньше и, ну, надо как-то было уже сбалансировать корпуса. Все вы видите, что в матчмейкинге уже процентов, наверное, 60-70 игроков играло именно на харьках. Харек был самым имбовым корпусом, его овердрайв уносил все, что движется. Да, с одной стороны, в плане игроков, которые умеют играть, это был только плюс, потому что вы могли за счет этого замечательного корпуса фармить себе довольно приличное количество очков, соответственно, и кристаллов за бой, и быстро все получать. Но все имбовое рано или поздно должно нерфиться, должно приходить к общему балансу. Все-таки я считаю, что сейчас у нас в игре довольно неплохой баланс по пушкам имеется, а вот что касаемо корпусов, то харек явно выделялся. Сейчас харька занерфили, и это возможность найти новую возможную имбу, либо же просто удостовериться в том, что все остальные корпуса примерно равны, да, и то, что у нас теперь нету никакой определенной новой имбы, хотя я, честно говоря, с этим не согласен. Я считаю, что все равно полноценная имба есть. И в ближайших видосах, которые у нас игровые будут, я вам эти корпуса, вооружения тоже покажу, которые для себя я отмечаю, которые, как по мне, очень неплохо смотрятся. Что касаемо харька, друзья, то теперь, кто еще не понял, овердрайв работает не так, как раньше, то есть вы прожимаете овер, и теперь только в том радиусе, в котором вы видите противника, да, определенном, я не знаю, сколько он там метров считается, сколько он там танков считается, но определенно там, ну вот если плато, то это, наверное, где-то треть карты, да, то есть при том, что не за стенкой где-то должен быть танк, а именно вы его должны видеть перед собой, то есть вот на треть плато при прожатии овердрайва, пока танк жив и находится не в каком-либо фантоме, то работает эффект старого овердрайва харька, где вы пробиваете танк, и, соответственно, ваш танк также могут пробить любые ваши тиммейты, и у противника не будет броня действовать, то есть как бы она есть, но она не будет действовать. И все, то есть если вы, например, сливаете этот танк, он рискуется заново, все, теперь у вас как бы дальше уже овердрайв харька не работает. То есть вот, например, на такой карте, если прожму овердрайв и начну накидывать в, например, другой остров свои выстрелы, то, соответственно, эти выстрелы не будут наносить урон повышенный, который игнорирует броню, и который будет реально жестко дамажить. Поэтому время харька полноценно уже прошло. Разработчикам это, я думаю, что даже очень выгодно, потому что довольно большое количество игроков повыкачивало свои харьки и вложило в эти корпуса довольно большое количество кристаллов, да и, по сути, я знаю очень большое количество игроков, которые играли исключительно харьки и в гараже не имели других разных корпусов. Теперь им придется покупать что-то новое, прокачивать что-то новое, соответственно, проекту это выгодно. Игрокам это не особо выгодно, потому что это новые изменения, Хотя для меня, наверное, это норм Я ждал, что Харька занерфит рано или поздно Я к этому был готов И сейчас его наконец-таки уже нерфанули И это интерес, что вы теперь можете поиграть Не только на одном корпусе, на котором играли на постоянной основе А теперь можно вспомнить уже другие корпуса Которые тоже в одно время смотрелись очень даже неплохо А теперь полноценно они могут стать еще и новыми имбами Которые будут реально жестко разваливать Эра Харька уходит определенно Я не знаю, что будет дальше Если этот баланс по Харьку останется на довольно длительный период времени И сейчас в ближайшее время с ним ничего не сделают Возможно его там чуть подбустят, подапнут Если ничего не сделают, как я уже сказал То про Харек совсем скоро все забудут Перестанут на нем играть Если вчера еще в боях было довольно большое количество Харьков То сейчас я уже вижу, что Харьков практически нет Одни Хантеры, Викинги, Титаны, Хопперы Хоппер это тоже один из тех корпусов Который становится очень жесткой альтернативой к Харьку О котором я думаю, что в ближайшее время мы тоже запишем видос, поговорим Потому что уже довольно большое количество игроков Пересаживается именно на этот замечательный корпус И начинают играть на нем И я с этим тоже как бы согласен Но в свою очередь я так же, кто приходит на стримах Уже показал вам как минимум одно вооружение Которое мне нравится, на котором я буду играть И которое отлично подходит под все те реалии матчмейкинга Которые имеются на данный период времени Плюс ко всему прочему Под такие форматы, как регби Как захват флага Такие вооружения, которые я тестил на стриме Кто видел Уже можно полноценно использовать И это будет работать Определенно очень замечательно и круто Что же касаемо Самого Харька То есть Кто негодует Кто негодует Кто горит с этого То вы должны понимать Что все-таки Харек был имбалансный Да, то есть Это Тот момент, когда при любом раскладе Он должен был нерфиться Его должны были рано или поздно нерфануть Но его не знали, как занерфить Они Не хотели нерфить овердрайв сам Харька Я имею ввиду Время там, да Придумали альтернативу Как его занерфить И мне так кажется Что если бы нерфанули бы время Да Действия овердрайва То этот нерв бы не так сильно чувствовался Как этот То есть Если бы нерфанули бы время То на Харьке бы Например, даже я Я думаю, что бы продолжал играть Если бы, например, вместо 20 секунд овердрайва Сделали бы 10 Я бы продолжал играть И Бог с ним, да То есть Время было бы немного Но это был бы Все тот же полноценный Хороший Замечательный овердрайв Но Какой овердрайв имеется сейчас Он абсолютно Неиграбельный И Смысла использования Харька Уже Нету никакого Нужно искать новые Вооружения Новые сочетания И полноценно забывать Про этот корпус Поэтому я и говорю Что Разработчикам Это выгодно Для всех тех ребят Которые не имеют Фуловые гаражи Например, как у меня Да Которые будут покупать Прокачивать новые корпуса Это очень Замечательный момент Что касаемо всех устройств С пробитиями С прочими вещами То в ближайшее время Я думаю Что будут Сделаны уже Какие-то определенные Обзоры С моей стороны Да По каким-то устройствам Которые я Для себя Хотел бы рассмотреть Как только мне их выдадут На Тестовый Ак Да Мы все это начнем тестить Но Там тоже есть Как бы свои нюансы В том Что Эти устройства Выпадают Только С контейнеров И понятное дело Что я например Вам Покажу какие-то устройства Скажу что это Какая-то лютая там имба Но Это все равно Pay to win И У вас не будет возможности Их например Приобрести Да И в этом Как бы есть свой Определенный нюанс Своя проблема Но Мне Просто интересно Например Самому даже Потестить эти устройства Да Имбовые Они Не имбовые Может они вообще Не нагибают И вам даже не стоит Там Потеть Как-то выбивать Да То есть Мне интересно Это я В ближайшее время Как только у меня будет Возможность Конечно же Это дело Затещу И посмотрю Уже Что из себя Представляют Те или иные Устройства С пробитием Все таки С какой-то Стороны Это Очень Интересная Темочка Да Понятное дело Что она пока что Сырая Да Не доработанная Но С точки С 26 килами Набил Но это Больше Наверное Набил За счет Рельсы Нежели За счет Овердайва То есть По сути Рельса Это имба И Ну Типа При любом Раскладе С бустером На рельсе Можно Также Успешно Набивать Килы Для этого Теперь Не нужен Только Корпус Вы можете Например Спокойнейшим Образом Использовать Какой-нибудь Какой-нибудь Другой Корпус Также Успешно Нагибать На Данные Замечательные Пушки При том Что Рельса С бустером Это Хороший Хороший Бодренький Нагибчик Как-то так Друзья Поэтому Советую Вам Присматриваться Каким-то Новым Интересным Вооружением Возможно Следить За новыми Видеороликами В которых В ближайшее Время Я постараюсь Пообозревать Те сочетания Которые Не можно Заменить Тот Самый Харек Ну А этот Замечательный Корпус Полноценно Наверное Уже Можно Списывать Выкидывать В мусорку И Забывать Про него Что он Существует Возможно Кто-то Со мной Не согласится И будет Продолжать Играть На Харке Но Со временем Вы Вспомните Мои Слова И Поймете Что Этот Корпус Больше Не является Той Самой Бой Который Был Раньше У меня Друзья На этом Сегодня Все Если Вам Думаете По поводу Харька Если У вас Какая-то Определенная Альтернатива Если Вы Например Играли На Харьке То На Чем Вы Будете Теперь Играть Есть У вас Какое-то Интересное Вооружение Что Вы Думаете Вообще По поводу Всех Устройств Пробития И Нерфа Данного Харька Напишите Мне Будет Очень Интересно Почитать Ваши Комментарии Возможно Есть Там Даже Если У вас Какие-то Вопросы Есть То Можете Тоже Задавать Комментарии Все Комментарии Я Ваши Конечно Читаю У меня Друзья На этом Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока